Диктант Победы построен по системе ЕГЭ. Никаких телефонов и интернета. 30 вопросов и 45 минут. За это время участники викторины должны были вспомнить основные периоды войны и в целом всю историю Великой Отечественной. Цели две – понять уровень знаний россиян и за счет развернутых заданий, уже содержащих в себе информацию, пробудить интерес к изучению истории. Не обошлось и без сложных вопросов, на которые мало кто сможет ответить, но это позволит определить победителей. Самое главное, чтобы наша молодежь помнила. И сегодня мы немножко проверим, как они помнят. Принимают участие студенты, которые недавно были еще школьниками, и они изучали историю в школе. Сейчас они продолжают изучать историю в нашем ВУЗе. И это такая форма закрепления материала без подготовки. Мы считаем, что знания о Великой Отечественной войне должны жить в памяти каждого. Принять участие во всероссийской акции «Диктант Победы» пришли сочинцы всех поколений, как и было рассчитано. Это общенациональная идея. Поэтому, конечно, безусловно, это очень важно для всех нас. В июне 1641 года в России проживало 195 миллионов человек. И вот «Большая Победа» – это 195 миллионов маленьких побед. Каждый сделал свой вклад, внес свой вклад в победу. И только таким образом мы победили. Да, это важно – помнить свою историю и помнить то, что было, чтобы не допускать тех ошибок, которые когда-то допустили наши предки. Никакого спортивного интереса нет. Интерес только патриотический. Поэтому количество моих баллов лично для меня значения не имеет. Итоги «Диктанта Победы» планируется подвести ко дню России 12 июня, а в следующем году всероссийскую акцию планируется провести также в США, Великобритании и Франции. Татьяна Говоркова, Инга Габешия, Алексей Давыдов, телекомпания «ФКТ».